Гепаргин – джерело аминокислот для восстановления сил и энергии. Да, вы опередили меня, вы процитировали самый такой основной рефрен кремлёвских блогеров. Ну, такие официальные методички ещё не спущены, реакции растеряны, но самый повторяющийся мотив – Байдин гуляет по Киеву, это плевок нам всем в лицо. Именно так это воспринимается российской такой прокремлёвской общественностью. Ну, а для Украины это символ поддержки Украины, символ единства её союзников и решимости добиться военной победы Украины. Об этом сегодня говорил Байдин с Дилемскому. Андрей Андреевич, а вот то, как реагирует сейчас Скобеева и все её гости, о том, что вот это, если бы не они, то этого визита не было бы. Как вы прокомментируете то, что они подают сейчас для своей аудитории? Это как, ну, что они помогли сделать этот визит? Ну, я не знаю даже, что они имеют в виду, но я смотрел несколько каналов, например, такой мотивчик, что Байдин ночью тайно прокрался в город. Это свидетельство нашей мощи, нашей победы. Какой ночью? Это в два часа по Киеву была телевизионная трансляция, расселенность полная. Ну, тем более, напрашиваясь за сравнение с их обитателем, их бункера, он же никогда не приближался. Ну, после что Байдин приехал на линию фронта, Киев при фронтовой город. Да, что очень важно, и что вызвало особенную ярость. Ведь не секрет, что на несколько часов фактически Соединенные Штаты, наконец, ввели над Украиной новую флайзон. Американские истребители были в небе, когда пояс Байдина продвигался к Киеву. Ну, и вот в Кремле задается вопрос, а не распространится ли это новой флайзон, не станет ли это постоянным явлением в небе Украины? В общем, Путину создан прекрасный антураж для завтрашнего выступления. Вот как вы считаете, будет он переписывать текст своего выступления или будет же переносить его, как в прошлый раз? Нет, конечно, он уже его переписывает, потому что это важнейшее событие. Ну, их надежды... Кстати, заканчивается зима. А помните, какие были надежды, что Европа замерзнет от холода, им нечего будет есть, нечего... не могут... не будет работать на их канализации, они попросят пощады у великой России. Полностью освободилась Европа от зависимости от российских энергоресурсов, и решимость Запада только укрепилась. Ну, сегодняшний визит Байдена – это продолжение вот тех исторических событий последней недели. Это и триумфальный визит Зеленского по европейским союзникам, столицам. Это два дня, два дня Мюнхенской конференции, над которой прозвучали удивительные вещи, немыслимые еще, несколько дней назад. Ну, вспомним, эту тему повторил сегодня Байден во время своего выступления. Вчера вице-президент Соединенных Штатов Харрис официально от лица Соединенных Штатов Америки обвинила Россию в совершении преступлений против человечности. Она, как бывший прокурор штата Калифорнии, сказала, что и она прекрасно понимает, что такое сбор доказательств проявления обвинений. Соединенные Штаты собрали все документы по многочисленным преступлениям российской военщины и полны решимости привлечь к ответственности не только непосредственных исполнителей, но и всех их начальников, включая Верховного Главнокомандующего. То есть вчера фактически она пригласила Путина на виселицу за военные преступления, беспрецедентные после окончания Второй мировой войны и гитлеровских преступлений против человечества. Вот на эти новые позиции Соединенных Штатов должен попытаться ответить завтра Путин. И потом вот эта демонстрация поддержки Украины, она не закончилась. Байден выполнил свой союзнический долг в Киеве, и он отбыл в Варшаву, где мы знаем, что он завтра вечером, уже после выступления Путина, обратится к России, к русскому народу и к русскому руководству. Вот мы посмотрим, что он скажет завтра после речи Путина. Он запланировал это выступление, как раз чтобы знать последнюю реакцию Путина. Может, как раз Путин будет опережать и уже даст какой-то ответ, потому что уже анонсировали, что действительно будут обращаться к России, к россиянам. Как вы считаете, что должно вообще случиться, и что должен сказать Путин, чтобы затмить это все? Вот Мюнхенскую конференцию, визит Байдена, помощь объявленную? Ну, у него нет никаких карт, ни военной, ни дипломатической. Он будет повторять вот всю свою чушь, что мы сражаемся не с Украиной, мы сражаемся со всем Западом, который хочет прийти, покорить нас, перестать называться мамой и папой, называться родителем 1, 2, 3. Вот это его основные мотивы, его объяснение народу, за что он посылает сотни тысяч своих мобиков умирать. Ну, разведка британская, американская сообщает, да, собственно, это уже очевидно, все мы украинцы знают это без этого, что Путин сконцентрировал на границе с Украиной практически все свои военно-воздушные силы и готовит такую психическую воздушную атаку, бросит несколькими волнами оставшиеся у него самолеты, чтобы первая волна ценой своей гибели раскрыла позиции противовоздушной обороны украинской, а потом попытаться уничтожить все ПВО Украины, чтобы уже безнаказанно, совершенно безнаказанно уничтожать украинские города, как они делали это в Сирии, где у повстанцев не было никакой противовоздушной обороны. Но всем понятно, что эта атака провалится, и так же, как он под Угледаром потерял свои танковые колонны, так же он в этой безумной атаке, будет ли она это завтра перед его выступлением, или уже 24 февраля, он потеряет остатки своей авиации. Знаем мы, что у России новый нарратив – это о том, что Украина и НАТО – это угроза безопасности России, на этом делает акцент Путин, и я думаю, завтра он тоже об этом скажет. А может ли он на фоне этого огласить мобилизацию официально, но мы знаем, что та еще официально не закрывалась, она происходит и до сих пор, но может ли Путин объявить войну, или же разрешить использовать тактическое ядерное оружие, и сейчас же даже учение в связи с этим визитом Бальдена? Тактическое ядерное оружие он не использует, потому что, ну, во-первых, я уже целый год повторяю на всех украинских и других каналах, есть три причины, почему он не использует ядерное оружие. Первое – оно не принесет никакого военного эффекта. Ну, это было раньше известно, а теперь после опроса общественного мнения, которым, в общем, потрясло западное сознание, когда украинцы ответили, 89% украинцев ответили, что если они не прекратят сопротивление, будут добиваться победы до полного вывода урупционных войск, даже если Путин использует ядерное оружие, это не принесет никакого военного эффекта. Второе – американцы предупредили его о тех последствиях, которые будут за это преступление, но в частности его просто убьют. И, в-третьих, у него нет ядерной кнопки, на которую он может нажать. Применение ядерного оружия – это сложнейший процесс, который требует вовлечения двух десятков офицеров, и все сразу сойти с ума не могут. Поэтому все это пустой шантаж, который повторяется уже 15 лет и до последнего времени приносил какой-то эффект, но сейчас он уже не срабатывает. Запад очень твердо определил свою позицию победы в Украине. И я думаю, что в ближайшие дни будет официально снят и на уже последний табу, который Запад как бы еще придерживает, не разрешая украинцам наносить удары полученным от Запада оружием по территории Российской Федерации. Я напомню вам выступление другого друга Великого Украины, премьер-министра Великобритании Руши Сунака. Он заявил, что Британия передаст, будет первой страной, которая передаст дальнобойные ракеты в Украине. Дальнобойные ракеты в Британии – это ракеты «Стамшайдо» дальностью до тысячи километров, которые могут доставать Москву. Наличие в Украине такой ракеты будет достаточно сдерживающим фактором, чтобы Россия немедленно прекратила все обстрелы украинских городов. Это один из последних ее военных карт, которые у нее остались. Но если Путин, он не пойдет на то, чтобы использовать ядерное оружие, но он также и не пойдет на то, чтобы признать свое поражение, вот что ему делать сейчас? Вот вы совершенно правильно говорите. Вся верхушка, особенно военные эксперты, они поняли, что война проиграна. И как-то уже думают о выходе этой войны. Путин не принимает эту мысль для себя, потому что для него это означает политическую смерть, хотя в российских условиях это является и физической смертью. Он будет продолжать себя обманывать. Вот что у него осталось? Я уже об этом говорил. Танковая атака провалилась, вот будет воздушная сумасшедшая атака. Ну, не знаю, будет ли он вводить указ о мобилизации, скорее не будет, потому что все-таки он опасается реакции миллионов военнообязанных. Но такая скрытая мобилизация, она будет продолжаться. Будет продолжать гнать этих мобиков несчастных на смерть. Но вот с полученным оружием Соединенных Штатов Украины, я бы обратил внимание, новый рефрен появился в заявлениях наших западных союзников. Есть раньше. Общим мнением было такое, что наступление Украины, скорее всего, начнется в начале мая, после двух месяцев распутится, и когда помощь, новый пакет помощи придет полностью. Но вот с одной стороны мы видим резко усиливающийся поток танков и бронетранспортеров, передаваемых сегодня Украине. Сегодня Байден говорил о 700 танках и тысячи бронетранспортеров. Это больше, чем требовал генерал Завужиной в декабре, как необходимо ему для взятия Мелитополя. И политические заявления и военных лидеров, и государственных, все повторяют одно и то же сейчас западное, что Украина в ближайшее время готовится перейти в наступление, и мы должны дать ей максимальное для этого оружие. Андрей Андреевич, если мы с вами говорим о том, что у Путина, по сути, уже больше нет никаких ресурсов и больше никаких задач, но что он не может смириться со своим поражением, а может ли он сейчас начать сдавать, по сути, Россию, Китаю, потому что на фоне этих визитов, которые сегодня происходят, что глава МИД Китая приехал в Москву якобы говорить о каком-то мирном плане с Украиной, ну и, естественно, о том, что Китай может помочь России поставлять оружие. Ну, Китай предупрежден Соединенными Штатами как раз вчера и сегодня, и Байден эту тему тоже поднял, что если он начнет передавать летальное оружие, это будет иметь очень серьезные последствия для него. В случае Китая серьезные последствия даже не военного, скорее экономического характера. Китай и Соединенные Штаты настолько экономически связаны, это как бы сиамские близнецы. И уж если Китай начал бы передавать оружие, американцы могли бы пойти, они об этом и пребудили, на разрыв экономических связей, который принесет ущерб и им, конечно, но обрушит полностью экономику Китая. Я думаю, что Китай это не собирается делать. Но пока он, до сегодняшнего дня, он... У меня даже есть некое такое подозрение о том, в чем заключается вот этот великий китайский план, который товарищ Иваны обещал озвучить 24-го годовщину. Вот в его заявлении есть два фактора привлекать внимание. Первое. Он сказал, что его план будет исходить из принципа территориальной целостности. А Китай все время подчеркивает, что он является сторонником территориальной целостности Украины. Но там же еще есть мотив, а также учетов законных интересов безопасности государства. Ну, это как бы кивок в сторону вот всей этих российской болтовни об угрозе ее безопасности. Я думаю, что он предложит, ну, достаточно такой радикальный шаг. Он предложит, ну, неприемлемый для Украины, и Украина его отвергнет. Он предложит восстановление территориальной целостности Украины, то есть вывод российских войск, но с условием обязательств, взятых Украины, там что-то не вступать опять в НАТО, там нейтральный статус и так далее. Украина это отвергнет просто с негодованием, потому что Украина не отдаст ни одного куска своей территории, но тем более она не отдаст своей независимости, потому что вот это условие там нейтральности, учета так называемых обеспокоенностей России, это выполнение российской программы отказ от суверенитета Украины, так называемая финляндизация Украины. Вот, мне кажется, будет примерно такой план Китая, еще раз повторяю, Украина и Запад его отвергнет, но он будет позитивен с тем, что он повлияет очень серьезно на мозги ближайшего окружения Путина. Они поймут, что если уже Китай говорит там, ну, пусть с какими-то условиями, которых Украина не принято, но все-таки говорит о выводе российских войск к территории Украины, значит, у Путина дела плохие, и как-то надо от него отмежевывать. А вот как и почему это выгодно Китаю, вот, сотрудничество с Россией? Мы помним тоже визит Медведева в Пекин, сейчас мы видим, что приезжает глава МЗС в Россию, но и при этом они пытаются о чем-то договариваться, и Китай якобы хочет договориться о прекращении войны. Ну, выгодно, конечно, выгодно. Китай сейчас получает по бросовым ценам все энергоносители из России, так как Запад закрыл свои рынки. Запад, по сути, ввел энергетическое эмбарго против России. Россия вынуждена продавать только Китаю, и Китай как монополист-покупатель диктует свои цены. Но это не так даже существенно. Существенно то, что по существу Китай уже фактически господствует экономически и на Дальнем Востоке, и в Восточной Сибири, если не в Западной России, становится уже не просто младшеньким партнером, а уже просто прямым вассалом Китая, зависимым от нее полностью. Китай это вполне устраивает. А что, как вы считаете, будут делать дальше и россияне, когда узнают, ну, как узнают, когда услышат вот это завтрашнее обращение Путина, где он может сказать, ну, он может вообще что-нибудь сказать и какую-то снова чушь, но при этом мы видим реакцию россиян в соцсетях на то, как они реагируют на визиты Байдена, на визиты Зеленского в Соединенные Штаты, как они тогда тоже истерили. Вот как они отреагируют на ваше мнение на завтрашнее обращение Путина? Они поверят ему снова? Ну, давайте о разных россиянах. Вот те россияне, которых высылается, это так называемая патриотическая такая, ультрафашисты, они уже очень резко критикуют Путина. Но мы же знаем прекрасно об этом конфликте между Министерством обороны и ЧВК Вангер. Так вся эта ультрафашистская легендарная военкора, они все на стороне Вагнера. Они, для них успокаивающая мысль, они объясняют поражение России в войне Украины бездарностью военного руководства и набрасываются на военное руководство. Это очень полезный для нас конфликт внутри российской власти, и он обостряется с каждым днем между, условно говоря, Герасимом и Пригожиным. И Путин растерялся в этой ситуации. Он не смог поддержать ни одного, ни другого. Когда генералы явились Путину, я называю это мини-военным переворотом, в ночь с 10 на 11 января, они добились снятия ставленника Пригожина-Суровикиной в восстановлении позиции Герасима как главного человека в армии. Но Герасимов начал методично уничтожать Пригожина, но Пригожин активно работает в социальных сетях, поднимая вот эту патриотическо-фашистскую волну. Это одна часть конфликта. Основная масса сейчас будет такого равнодушного российского населения. Она, конечно, будет реагировать на масштаб мобилизации. Если мобилизация пойдет на сотни тысяч, то, что, ну вот, слушайте, Путина сейчас, неизвестно, кто сейчас больше ненавидит Путина. Или люди, противники войны, таких людей в России примерно процентов 15. Или вот ультрафашисты, которые неистуют в социальных сетях и которые травмированы и поражениями России, и вот такими политическими успехами Украины, как визит Байдена в Киев. Это процентов 10. Они и так же ненавидят Путина. На кого, собственно, Путин опирается? Вот на такую равнодушную серую массу. Но эта масса, это масса 15 или 20 миллионов военнообязанных. И они, конечно, будут в восторге от того, что сейчас станет самый реальный призыв их на войну. У Путина очень сложное положение. Открытые выступления против него невозможны в тоталитарном режиме. Мы знаем уже тысячи людей. Тысячи людей арестованы за блоги, за лайк на каком-то блоге, получили громадные тюремные сроки. Но поддержки-то нету. А и самое главное, какова может быть в этой ситуации мотивация тех мобилизованных, которые будут посланы на фронт. Вот по поводу этого внутреннего конфликта о Кадырове, Пригожине, Министерстве обороны, аналитике Института изучения войны, они убеждены, что Кадыров отклонил предложение Вагнера, Пригожина присоединится к новой информационной кампании против Министерства обороны. Но при этом Кадыров заявил, что он намерен создать свою ЧВК и называет Пригожина своим братом. Вот это то, что сейчас в России. Уже каждый второй создает свою ЧВК. И мы помним не только Пригожин и Кадыров, и Министерство обороны, но и также, если напомните мне, газовая компания тоже создала свою ЧВК. Это что? Это следствие того, что все-таки распад России неизбежен, и каждому региону нужно свою ЧВК? Это вы совершенно правы. Вот на последние, сейчас я не знаю последние цифры, когда я следил, на прошлой неделе уже было 27 ЧВК. И, кстати, половина из них, вы правильно подчеркиваете, их создают губернаторы под видом территориальной обороны. Зачем вообще нужна ЧВК во время войны, когда есть армия? И основной принцип военной жизни – это и началие. Эти 27 ЧВК, они созданы не для войны с Украиной. Эти 27 ЧВК созданы людьми, которые уже понимают, что эта война проиграна, и они готовятся к другой войне, мафиозной войне. И некоторые называют её гражданской. Я не согласен. Для гражданской войны нужно иметь граждан. В России нет граждан. Россия – это самое такое атомизированное общество. В России есть соперничные мафии. И все владельцы этих новых достижений ЧВК – это крупные мафиозы, которые готовятся к громадному переделу собственности. Они понимают, что война проиграна. Это означает отход в власти узкой путинской группировки криптократов. Там Путин, Ковальчаки, Тимченко, Этенберг. И становится без... А в России власти собственность – это одно. Потерял власть, потерял собственность. И становятся безхозны громадные триллионы собственности. И вот за эти триллионы и будут сражаться героически эти 27 мафиозных ЧВК, за исключением Кадырова. Потому что Кадыров не будет принимать участие в борьбе за всероссийскую собственность. Кадыров усиленными темпами создает армию, которая ему нужна для защиты независимого государства Ичкерии, которую он будет защищать от силовиков, которые после ухода Путина попытаются вернуть Чечню в подчинение России. А Чечня фактически сейчас независимая государства, она ему нужна и для укрепления своей власти внутри Чечни, потому что многие недовольны Кадыровым, недовольны его политикой такой унии с Путиным. Вот показательно было недавно удивительное выступление Кадырова, я думаю, его заметили в Украине. Он почему-то вспомнил, не почему-то, а ясно почему, что 20 лет назад мы героичи, мы чеченцы героически боролись за независимость Ичкерии против империи, но нас не поддержал ни Запад, ни вы, украинцы, демагогическое меня в Украине нас не поддержали, поэтому мы боролись, но мы уступили, и дальше он уже обращался собственно к своему населению, но смотрите, какие мы получили от этого экономические выгоды, то есть он подчеркивал свое население, что видите, да, я заключил союз с Путиным, я прекратил ему сопротивляться, но я заставил его платить нам громадную дань, ну, после что это декларация руководителя нового независимого чеченского государства, то есть в этом плане дискуссия будет ли распад России, нет, она несколько запоздала, ну, Чечня, а с ней, видимо, весь Кавказ, у того же Кадырова амбиций и есть реальные претензии к соседям, там, Ингушетии, Индагестану, Осетии, то есть Кадыров это территориальный раскол, а вот те другие 27 человек будут бороться между собой внутри России за ее громадный сырьевый ресурс. Интересно будет за этим наблюдать, Андрей Андреевич, спасибо вам огромное за то, что присоединились к нашему эфиру, я нагадаю еще, Андрей Пионтковский, публицист, был из нами на звездку, обожаемого вам гарного дня. Добавил субтитры, Андрей Пионтковский, Андрей Пионтковский, Андрей Пионтковский,